Да, Володь, мы тебя слышим. Ну, мы действительно наблюдаем за тем, что полиция очень внимательно следит за тем, какие люди проходят сюда, насматривают всех, кто проходит через рамки металлоискателей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое количество сотрудников полиции обеспечивает безопасность этого мероприятия? Это надо обратиться к сотрудникам полиции. Александр Николаевич. Ну, по всей видимости, вот Алексей Майоров сейчас занят. Очень что-то важное, по всей видимости, он по телефону обсуждает. Но я сейчас попробую добраться до хвоста, до начала другой колонны, где как раз-таки находятся политические партии. Насколько я понимаю, именно там сосредоточились лидеры российской оппозиции. Из тех, кого мне удалось заметить, там был Борис Немцов. Он один из тех, кто достаточно активно призывал к участию в этом мероприятии. Давайте попробуем пройти пресса. Простите, пожалуйста, вы видите, то, что полиция вот из одной колонны даже в другую обычным активистам пройти не дает, пропускает исключительно только журналистов. Ну, и вот вы видите как раз-таки начало той колонны, где собрались политические лидеры. Попробуем сейчас добраться до них. Простите, пожалуйста, телеканал «Дождь». И вот сейчас вы видите как раз-таки лидеров российской оппозиции Михаил Касьянов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько, по вашему мнению, пришло участников на это мероприятие? Я только с трудом сейчас прошел через рамки. Там еще на рейс стоит 30-50 тысяч. Только, я думаю, вся площадь Пушкинская занята до рамок. Ну, и здесь вы видите две колонны уже огромные. Это больше, чем мы предполагали, что, так сказать, народ, типа, в Москвичи не совсем за то, чтобы прекратить эту войну. Оказывается, что нет. Вся Москва сегодня здесь. Думаю, что много, много людей. Не знаю, есть ли 50 тысяч уже, но думаю, что будет точно. И уже по взгляду это очень, конечно, уже удачный сбор тех, кто протестует против этого беспредела и этой агрессии. Если проходили вот с этой страны, наверняка видели сторонников Новороссии, которые собрались там. Как они отреагировали на ваше появление? И, кстати, они называют тех, кто принимает участие в марше мира, предателями. Что об этом думаете? Ну, предатели как раз это те, кто предает национальные интересы России. И агрессия против Украины как раз предательство долгосрочных интересов Российской Федерации. Россия и Украина были и будут вместе. И то, что люди сегодня сеют раздор между нашими народами, это как раз предатели национальных интересов. Мы как раз протестуем против этих предателей. Мы требуем прекратить эту агрессию и требуем мира. Требуем уважения суверенитета Украины и нашего сотрудничества с Украиной, а не войны. Здесь же находится и один из лидеров партии Парнас. Борис Немцов. Борис Ефимович, здравствуйте. Как бы вы оценили начало этой акции? Что? Как бы оценили начало этой акции? Ну, смотрите, в принципе, я в шоке от того, что они украли наши растяжки, подтвердив тем самым, что у власти воры, да? На растяжках было написано, на самом деле, нет фашизма. Вот. И пора прекращать войну, да? Руки прочь от Украины. Вот. Я очень рад, что очень много людей, гораздо больше, чем мы думали. И ровно поэтому акции задерживаются. Я вообще считаю, что вопрос войны и мира, это вопрос численности людей, которые против войны. Если будет сто тысяч, то... Продолжение следует...